Расчупкин Сергей Павлович В 1983 году анспирантуру по кафедре теоретической ядерной физики этого же института. Работал в Федеральном ядерном центре России в Сумском государственном университете Институте прикладной физики Украины, в котором возглавлял отдел квантовая электродинамика сильных полей. С 2015 года профессор кафедры теоретической физики Санкт-Петербургского политехнического университета. Сергей Павлович автор и соавтор более 230 научных работ в области взаимодействия лазерного излучения с веществом. В 90-х годах XX века начал активно изучать труды Елены Петровны Блаватской, Елены Ивановны Рерих, Даниила Андреева, Успенского, Гурджиева, Ошо и других. Работая в Сумском государственном университете, проводит цикл лекций по материалам тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Сергей Павлович выступает на конференциях, издаёт труды по интеграции современной квантовой физики и эзотерических представлений, изложенных в трудах Елены Петровны Блаватской. Имеет более 10 статей по данной теме. Среди них квантовая физика и эзотерические принципы, эволюция Солнечной системы, современные научные и эзотерические представления. Вынужденный и спонтанный пересмотр жизни, седьмой вселенский принцип его дифференциации, фундаментальные законы мира и многие другие. Заслуженный деятель науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор высшей школы фундаментальных физических исследований, Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Сергей Павлович Рощупкин и его доклад «Загадка света. Наука и теософия». Добрый день, дорогие коллеги. Я сегодня хотел обсудить с вами, возможно, одну из самых загадочных и мистических концепций, которая пронизывает всё здание теософии. Теософии – это природу света. В тайной доктрине понятие света в той или иной форме используется очень часто и практически везде, в разных смыслах, разными словами. Вот это и огонь, это и пламя, это и искра, это и тепло, это электричество, это магнетизм, это аура и так далее и тому подобное. Поэтому мне, как физику, для начала хотелось понять всё, что знает наука о свете, о его природе. Я сделаю экскурс вот в это сейчас. И после того, как мы разберёмся, что мы сегодня знаем, я попытаюсь связать это с теософскими представлениями. И здесь мы перейдём, ну я бы сказал, в область моих предположений. Вот, я некую схему нарисовал. Вот, эта схема для меня очень важна как физико-теоретика. Вот, она мне помогает думать о многих вопросах. Значит, дело в том, что в физике настоящий момент, вот, начиная со времён Эйнштейна, Эйнштейн пытался создать единую теорию поля. Единую теорию поля. Значит, и он пытался все взаимодействия, известные на сегодня, четыре типа, связать вместе. Но он пытался это связать геометрическим путём. Его общая теория относительности, она качественно отличается от всех остальных трёх типов взаимодействия. Если сильное взаимодействие, слабое электромагнитное – это поля в чистом виде, которые в пространстве и времени имеются, то гравитационное взаимодействие – это не поле в этом понимании, это топология пространства-времени. Масса изменяет кривизну пространства-времени. И все тела движутся, на самом деле, по неким рельсам, которые физики называют геодезические траектории. На самом деле никаких нет. Вот свет, например, не имеет массы. В интернете часто пишут, а как его притягивает Солнце? Да не притягивает. Свет движется по геодезическому. Вблизи Солнца у нас кривизна пространства значительно больше, чем вблизи Земли. Поэтому вот свет идёт по геодезической траектории. Эйнштейну не удалось все остальные, вот три, связать в эту концепцию. Появилась противоположная концепция. Пытались гравитацию свести к обычному полю. Таких работ очень много и сейчас в том числе. Потому что квантовая теория, она не согласуется с общей теорией относительности. Никак не удаётся вывязать. И поэтому сейчас наука находится в таком ждущем режиме. Что делать дальше? И вот теософия, мне кажется, даёт некий прорыв. И я вот в докладе хотел бы вот это и рассказать. Как я уже говорил, понятие света пронизывает всё теософское учение. Вот как здесь на слайде показано, что свет по-разному называется в тайной доктрине. Значит, научные представления о свете первые, можно считать, были начаты Ньютоном. Великим Ньютоном он занимался практически всем. И Ньютон выдвинул первую гипотезу, идею, что свет представляет из себя некие частицы, корпускулы, которые двигаются с колоссальной скоростью и излучаются светящимися телами. Одновременно с Ньютоном была выдвинута и волновая теория света, Гюргенсом. Это конец 17-го, начало 18-го веков. Но авторитет Ньютона был настолько велик, что, конечно, теория Ньютона, корпускулярная теория света была основной и основополагающей. Значит, вот была, как я сказал, выдвинута гипотеза вторая параллельная Декартам Гюргенсом. И вот здесь впервые было предположено, что если свет – это волна, волна должна двигаться в некой среде. То есть должны быть колебания некой среды. И здесь впервые было выдвинуто понятие эфира. Как некой всепроникающей среды, колебания частиц которой и создают волновые вот эти волны. Борьба между идеями Ньютона и Гюргенса шла фактически весь 18-й век до начала 19-го века. И вот здесь вот французский исследователь Жан Френель представил на суд Парижской академии наук свою работу в 1818 году, ну 20-й, 20-й, 18-й год, в которой он в то объяснил все физические, оптические явления, известные на тот момент с волновой точки зрения. Он детально разработал математическую теорию. И комиссия, когда рассматривала, нашла парадокс. Дело в том, что по теории Френеля следовало, что если на пути света поставить непрозрачный круглый диск, то в геометрической тени в центре должно быть светлое пятно. И наоборот, если поставить круглое отверстие, то опять же на экране в центре должно быть темное пятно. Сказали, это же бред. Но экспериментаторы были, провели эксперимент и убедились, о чудо, все подтверждается. Теория Френеля победила навсегда. Казалось бы, весь 19-й век был под эгидой, что свет – это волна. Во второй половине 19-го века Максвелл обобщил все, что было известно по электрическим магнитным явлениям, написал свою теорию, уравнения Максвелла знаменитые, на которых основана вся электродинамика классическая. И Максвелл при этом воспользовался идеями эфира. Он представлял колебания эфира и так далее. И Максвелл осознал, что свет – это просто электромагнитная волна. Что свет – это просто небольшой диапазон частот электромагнитной волны. Все были рады и счастливы. Наконец, все понятно. Свет – это электромагнитная волна. Ура! Однако в конце 19-го века появились новые явления, так называемые излучения абсолютно черного тела и фотоэффекты, которые никак не могли быть объяснены с классической теорией Максвелла. И вот тут понадобился гений Планка, Макса Планка, а потом Альберта Эйнштейна. Ну, сейчас мы дойдем. Я немножко скажу о том, что вот электромагнитная, собственно, волна, вот диапазон частот и длин волн фактически от нуля до бесконечности. Вот световой диапазон здесь занимает очень узкую область – от 400 до 700 нанометров. Значит, вот эта область, она не случайна. Дело в том, что… Почему все живое на Земле, вот человек, в частности, видит в этой области? Потому что свет, который излучает наше солнышко, имеет интенсивность максимальную, вот такой пик, именно в этом диапазоне частот. Поэтому жизнь сформировалась так, что мы видим в этом диапазоне частот. Влево и вправо мы уже ничего не видим. Вот здесь это инфракрасный диапазон, микро-радиоволны и так далее. Вот это рентген, здесь уже энергия больше. Вот, гамма-лучи еще больше и так далее. То есть, казалось бы, вот все нам понятно. Ну, как я сказал, появился Альберт Эйнштейн и Макс Планк, которые объяснили то, что не смогла объяснить классическая электродинамика. Макс Планк предположил, что свет излучается порциями, а Эйнштейн сказал, что еще и поглощается. И вот энергия света пропорциональна частоте. Импульс пропорционален длине волны. Вот смотрите, слева у нас стоят характеристики частицы, а справа характеристики волны. Постоянная планка связывает эти два противоположных явления. Единое. В начале 20 века был очень большой спор, что же такое вообще свет и элементарные частицы. Потому что и остальные частицы проявляли вот такие корпускулярно-волновые свойства. Было очень много дискуссий. Значит, я хотел еще обратить внимание теперь существенно на свет. Чем он отличается от обычного вещества в нашем мире? Вот очень важно понимать, что свет это фактически граница между досветовым миром и сверхсветовым миром. Сверхсветовой мир или это мир тахионов? Это мир виртуальных частиц. Я немножко рассказывал на третьем конгрессе об этом. Вот. Немножко расскажу и дальше. Вот. Чем отличается вот свет от них? Досветовой мир имеет массу, сверхсветовой мир имеет массу, а свет не имеет массы. Именно потому, что фотоны не имеют массы, скорость света не зависит от скорости источника приемника. Я бы сказал так, что свет это пришелец в нашем мире. Он не подчиняется обычным законам. Все мы имеем инерцию, вы знаете. Тело, имеющее массу, обязательно инертно. Оно сопротивляется изменению скорости. А свет не меняет скорость. И не зависит его скорость от скорости источника приемника. То есть здесь мы имеем, вот смотрите, свет некая переходная область между мирами, в которых тела имеют массу. Очень важен вопрос об источнике электромагнитного излучения. Откуда оно берется в нашем мире? Значит, я нашел три источника. Первый источник – это ускорение электрического заряда. Из классической электродинамики Максвелла следует, что если тело, имеющее электрический заряд, движется с ускорением, оно обязательно излучает электромагнитные волны. Всегда. Если тело движется равномерно и прямолинейно, излучения нет. Потому что покой и равномерное прямолинейное движение физически тождественны. А покоящееся тело не излучает. Вот первый источник – это ускорение заряда. Второе. У нас фотоны рождаются в химических реакциях. Когда электроны в атомах переходят с более возбужденных состояний на нижнее состояние, излучаются фотоны, гамма-кванты. И точно же такое излучение, но с большей энергией, идет из атомных ядер. Там переходы нуклонов или протонов-нейтронов с более высоких состояний в более низкие. Вот это второй процесс. Процесс, который, собственно, мы знаем и видим. И третий процесс – это аннигиляция. Аннигиляция частиц и античастиц. То есть, есть, например, электрон, и у электрона есть античастица позитрон. Они аннигилируют и рождают два гамма-кванта. Вот эти процессы, они достаточно хорошо тоже известны. Мы подходим к пониманию, что такое корпускулярно-волновой дуализм. Я хочу сказать, что здесь впервые физика, я бы сказал, столкнулась с теософией. Почему? Раньше мы думали, что свет – это корпускула, потом мы думали, что это волна. А оказалось, и не волна, и не частица. Свет не является ни волной, ни частицей, проявляя при этом в эксперименте или волновые свойства, или корпускулярные. Это кентавр, которому невозможно дать пространственно-временной образ. Понимаете, вот если взять два газа кислород-водород отдельно и смешать, будет два газа. А если взять их в определенных количествах, H2O, получится вода. Вот здесь мы имеем корпускулярно-волновой дуализм, вот такой синтез, который еще до конца не осознан. И глубокого понимания этого нет. Я хотел остановиться еще на мировом эфире, которое впервые было выдвинуто Рене Декартом в 17 веке. Детально разработано в 19 веке. Как я уже говорил, Максвелл свои уравнения писал, основываясь на гипотезе эфира. Вот, Эйнштейн сказал, эфир не нужен. Почему? Для электромагнитной волны она может распространяться в вакууме. Дело в том, что уравнения Максвелла написаны так, что всегда есть переменное электрическое поле, оно рождает вихревое магнитное. И наоборот, переменное магнитное рождает вихревое электрическое. И они друг друга так рождают, и волна движется в вакууме. И как таковой необходимости в светоносной среде, после создания специальной теории относительности, отпало. И поэтому, в общем-то, эфир отпал. Но, я хочу сказать, что этой гипотезой эфира занимался наш великий химик Дмитрий Иванович Менделеев, который в 1905 году опубликовал статью, 1905 год, не случайный, три работы Эльберта Эйнштейна, за которые он, за каждую мог получить Нобелевскую премию. Дмитрий Иванович Менделеев публикует статью, где предлагает частицу эфира. Он называет ее ньютоний. В его периодической таблице появляется нулевой, вот, группа и ряд. Вот, ньютоний. Он считал, что эта частица в миллион раз меньше атома водорода. Вот. Но, как я сказал, так как, собственно, для распространения электромагнитных волн особой необходимости в эфире не было, о нем забыли. И с периодической таблицей этот ряд нулевой был впоследствии убран. И, как часто мы говорим, Дмитрий Иванович ошибался. Не надо так легко подходить к великим людям. Великие люди не ошибаются. И я не исключаю, что мы к этому вернемся спустя десятилетия. Вполне возможно, в этом веке. Мы переходим к очень важному понятию. Физический вакуум, который пришел на смену эфиру мировому. Понятие физического вакуума – это очень великая вещь в 20 веке. Осознание его пришло после фундаментальных работ Поля Дирака. Дирака, извините. После написания его знаменитого уравнения для релятивистского электрона. И впоследствии было разработано многими учеными, в том числе Ричардом Фейманом. Физики осознали, что физический вакуум – это не пустота. Это нечто. Причем это нечто, которое рождает все вещество нашего мира. И определяет все физические свойства этого мира. Если посмотреть даже на твердое тело, то вакуум в твердом теле неизмеримо больше занимает пространство, чем вещество. Размер ядер 10-13 сантиметра. В десятки тысяч раз меньше, чем размер атомов. Фактически твердое вещество – это пустота. Жидкость тем более, газы тем более, а Вселенная? Средняя плотность вещества во Вселенной – 10-33 степени грамм на сантиметр кубический. В кубическом сантиметре 10-33 грамм – пустота. Так вот, в этой пустоте находится океан виртуальных частиц. Дирак начал с того, что в вакууме есть виртуальные электрон-позитронные пары, которые, собственно, могут в наш мир войти. Но сейчас мы знаем, что таких классов виртуальных частиц бесконечно много. Именно они обеспечивают взаимодействие. Можно сказать, что из вакуума все происходит в настоящее время. Это интереснейшая концепция, которая сейчас главенствует в квантовой теории поля. Вот интересную фразу я привел Ричарда Феймана. В вакууме, заключенном в объеме обыкновенной электрической лампочки, энергии такое большое количество, что ее хватило бы, чтобы вскипятить все океаны Земли. Вот здесь я написал слайд «Гипотеза новой светоносной среды». Я не исключаю такой возможности, что в будущем физики поймут, что физический вакуум и мировой эфирм сольются в некое совершенно новое понятие. Вполне возможно, что это понятие есть как раз акаша. Мы к этому вернемся чуть дальше. Значит, смотрите, дело в том, что энергия у нас сейчас имеет как бы одно измерение. Это связано с тем, что время одномерно. Как я говорил на прошлом конгрессе в докладе о природе времени, на самом деле время наверняка имеет большее число измерений, и энергия, она живая, и много измерений. Но я здесь, естественно, могу только привести одно измерение времени. Энергии – это вот эта шкала энергий. Шкала энергии. Значит, вот смотрите. По этой шкале энергии у нас есть божественный свет. Его энергия бесконечна. Это трансцендентное понятие. Внизу я нарисовал оптические фотоны, энергия которых порядка одного электронвольта. Это энергия как раз наших видимых фотонов. Это энергия, которую мы легко воспринимаем. Если энергию чуть поднять, мы окажемся в сотни, в тысячи раз, тысяча электронвольт. Это будет рентгеновское излучение. Вы знаете, что уже рентгеновское излучение опасно для человека. Если поднять эту энергию в миллион раз, в миллион раз, это будет гамма-излучение, которое возникает при делении трансурановых элементов. Ну, например, при взрыве атомной бомбы. Это чрезвычайно опасно. Возникает уже лучевая болезнь. В нашей Вселенной мы сейчас регистрируем максимальные энергии порядка 100 миллиардов электронвольт. И можно ввести еще одно понятие, так называемые планковские гамма-кванты. Это связано с планковским временем, 10 минус 43 секунды. Это энергия гамма-кванта сотни триллионов электронвольт. Чему я все это клоню? Я клоню к тому, что, поднимаясь к божественному свету, у нас увеличивается энергия гамма-квантов. И, естественно, тела наши это не могут на обычном физическом плане воспринимать. Поэтому, когда мы появляемся в высших мирах, уходя из нашего физического плана, у нас и соответствующие оболочки должны выдерживать тот или иной уровень вот этих энергий света. Поэтому, когда рисуют в кино ангелов и архангелов, которые приходят к нам на зелью в ореоле света, то люди не выдерживают этот свет. И это правильно. Потому что они находятся на совершенно другом уровне энергии и частот. Значит, я хочу вам предложить следующую схему. Как я уже сказал, свет занимает особое положение. Это промежуточная область между мирами или планами. И так у нас есть сверху божественный свет. Вот эти три первых его состояния или плана, о них мы ничего сказать не можем. Это непознаваемая вещь. Начиная с четвертого плана, свет принимает форму фахата. Это единый источник энергии и сил. Всех, которые проявятся в последующем на более низших планах. Иногда фахат изображает в виде шипящей змеи. Я эту змею нарисовал, потому что проявлений фахата очень много. На пятом плане фахат реализуется в свете ахаши. Возникают кванты акаши. Я назвал акванты. Вот это такая очень важная вещь. Вот. И эти акванты, кванты акаши, могут рождать частицы с массой. Дело в том, что еще в 1934 году Брейд, два теоретика, вот, предсказали процесс рождения вещества двумя гомоквантами, которые рождают электроны и позитроны. Этот процесс, вот, буквально, недавно, несколько лет назад, был экспериментально подтвержден. То есть, свет или излучение может рождать вещество. Вот это очень важная вещь. Вот смотрите, уже на плане акаши этот исходный фахат, он проявляется в акаше. Вот. Он рождает, я назвал, тео-частицы, частицы Бога. Вот. И одновременно здесь есть вот такие вот кванты. Они имеют колоссальную энергию. Здесь я такую картинку нарисовал, которая движется, что такое акаша. Вы знаете, я просто выписал известные вещи об акаше, что это первичная субстанция, это единый элемент, вот, проявление которого на более нижних планах дает все возможные материальные формы. Вот. И в том числе не только материи, но и сознание. Значит, и вот напоследок вот такая схема. Как я сказал, есть некий божественный свет и только с четвертого плана. Вот план прообразов, четвертый мир наш, вот, он реализуется вот через как раз фахат. Пятый план, реализация, план разума и творчества через акашу. И дальше акаша проявляется на более низших планах, план образований, кама и физический план. Значит, вот везде я нарисовал вот эти свет в виде промежуточных областей между планами или мирами. Сейчас вот физики на физическом плане, как я сказал, уже имеют четыре типа взаимодействия. Были сейчас недавние эксперименты, которые вроде говорят, что пятая сила на самом деле есть. Но это еще под вопросом. И вот эти четыре взаимодействия, они сейчас, как я уже отмечал, к сожалению, их не удается объединить в одно. Но у нас единое поле вот возникает на плане акаши. Единое поле, единый элемент. И фахат здесь реализуется через акашу. И, скорее всего, вот это единое поле есть исходное. Вполне возможно, что именно вот на плане акаши образуется и пространство. Вот я как уже отмечал, общая теория относительности, она фактически говорит, что материя создает кривизну, то есть наделяет пространство и время определенными свойствами, дает определенную топологию. Но, конечно, по Эйнштейновской теории материя не создает пространство. Исходное пространство как бы уже есть. Вполне возможно, что вот на плане акаши фахат создает в том числе и пространство. Это мое предположение. Я все-таки надеюсь, что развитие вот данных идей и предложений позволит и физикам в том числе продвигаться дальше в постижении мира. Спасибо. Господин Рощупкин, большое спасибо за такой масштаб, за такой объем выдачи материала. Он просто огромен и будет осмыслен нами еще не раз. Эти различные аспекты одного из основополагающих теософских принципов и наиболее большей загадки для науки источники проявления света. Вот ваша фрагментальность мышления и выдачи материала, это точность представленного материала. Я полагаю, это еще один прорыв в более глубокое осмысление и научное исследование. И большое вам спасибо за этот поток света. Я хотела бы вам подарить пару идей. Можно? Идея такая. Вот сам свет, когда он возникает, это миговая структура пространства при смене полярности, при смене противоположных состояний. Как только происходит эта смена, возникает давление. Свет появляет, это и есть свет его движения при давлении. Но самое интересное, что в этом процессе давления плотность состояния материи или пространства на него не действует. И это есть свет. Когда вы говорите об Акаше, как источники, и о свете Акаше, это разные планы. План Акаше и его низшая подложка эфира при смене состояния, мы назовем это черно-белое и белое-черное, ну, к примеру, вызывает это давление. И это есть проявление афахата на нижележащем плане. Идея, что свет, это есть давление, на которое не действует никакая плотность. потому что то искривление движения в материи, о котором вы говорите, это как раз возникновение ее плотности. И чем больше плотность материи, тем больше искривление света. В момент возникновения или источника движения света, она отсутствует. Вот такая мысль. Я ни к чему, к сожалению, не могу сказать по этому поводу. Значит, во мне, когда я слушаю вот такие вот соображения, борются две тенденции. Во мне первое говорит физик, и физик говорит что-то это не то. Но во мне сидит в какой-то степени итиосов, который говорит надо подумать. Давайте подумаем, поразмышляем. У нас есть круглый стол, который скоро начнет свою работу. Огромное спасибо Сергей Павлович Рощупкин, профессор политического университета город Санкт-Петербург, Россия. И аплодисменты всех участников и делегатов Конгресса вам.